И снова всем привет на канале Олег Нестерев в Брест. Сегодня как бы у нас раздел байки, да, дядя Олежа. Ну, перед этим как бы хотел сказать, все знают историю, что у нас случилось с дядей Толей, да? Сегодня как бы на эту тему я снял два видео и видео еще будут, то есть видео эти никак не хочу не опорочить дядю Толю, просто хочу, чтобы все мы ему помогли. Дядя Толя лежит сейчас в больнице, я его навещал, об этом видео я тоже снял и оно будет скоро. И видео еще будет, когда дядю Толю выпишут, я его поведу к доктору, разговор с доктором, что можно сделать, все это я запишу. И еще будет в этом цикле, правда, дядю Толю, будет видео лекции врача, который занимается лечением вот таких больных. То есть и врач проведет лекцию. Я думаю, это будет всем интересно, это будет полезно послушать, кто еще стоит на пороге перед выбором. Хорошую жизнь ему начинать или посмотреть на дядю Толю, что может случиться. Пойти по этой колейке, да? То есть выбор у вас будет, я думаю, это будет очень полезное видео, его просто будет стоить посмотреть каждому. Каждому, кто пьет, каждому, кто еще только начал с пива, допустим, с коктейлей, да? Все это заканчивается, я вам говорю. Плачу. Ну а сегодня я расскажу снова о своей машинке, одной из первых, на которой я начал свою трудовую деятельность в 19 лет. Это был ЗИЛ-157, Захар. Очень хорошая машина, хотя я был молодой когда, да, но это считалось, что тебя в наказание на нее посадили. Ну как бы эти мысли быстро развеиваются. После дела, я еще раз повторяю, было на севере, где дорог просто нету. Это дороги между буровыми вышками. Там много буровых вышек, газовые идут ветки. Там была четвертая, по-моему, ветка шла. Сейчас строится пятая, не знаю, достроилась она, нет. То есть в ее участии я тоже принимал, в ее постройке участие принимал, но в другом качестве, уже не водителем. У меня там была бригада, мы помогали строить эту ветку, а именно компрессорную станцию в городе Ухта. Ну, не суть важна. Так вот, ЗИЛ это считалось, что в наказание тебе дают, да, это, ну, когда есть Уралы хорошие, да, КРАЗы, КАМАЗы, а тут тебе ЗИЛ вот этот 60-х годов там вручили. Но быстро эти сомнения развиваются, когда ты на нем начинаешь ехать. Эта машина, я не знаю. По проходимости, есть ли еще машина такого класса выше, наверное, нету. Потому что вот даже были ситуации, когда Урал сидит или Татра сидит. Татра очень проходимая машина. Представьте, Татра сидит, и я на 157-м ЗИЛу включаю пониженную передачу и просто тупо объезжаю ее по той же каше. Вот так ручкой помогал. Ну, вытянуть, конечно, Татру не вытянешь, там сам, дай бог, выехать. Но выезжал, вытаскивала, вытаскивала с такой грязью, что невозможно. По крайней мере, водителя застрявшей машины можно взять с собой и поехать за более тяжелой, большой техникой, которую я потом и вытащил. Просто если Татра уже села, туда вряд ли кто-то доедет до этого места, где она села. То есть, ну, более серьезная техника другого класса, конечно, доедет. Вообще, на севере вот очень много, знаете, что меня шокировало первый раз. Это когда я просто услышал какой-то свист, я не понял, что это может, что это такое. Вот бомба падает, только очень громко. Я просто оглянулся, ну, сначала не понял, так, пурга немножко. А получилось как, вверху поднялась вьюга, да? А там же, ну, не вьюга, не знаю, как это, тубулентные полтурки, блин. Короче, начало вихрить вверху. Вертолет, ну, большой вертолет, такой, с двумя винтами большими. Спереди, сзади, он, что спереди, что сзади смотрится. Трактор вез на чалках, 130-й, по-моему, я не помню, ну, какой-то трактор-то не разглядел. Ну, так далековато от меня, конечно, было. Просто он отцепил чалки и улетел. Трактор, я не знаю, с километровой высоты, может, больше. Ну, так не приглядывался. То есть, упал с таким грохотом, это, представьте, просто он его отцепил, скинул. Ну, это как бы там в порядке вещей. То есть, вертолет дороже, жизнь пилотов дороже, в тракторе никого нету. То есть, если вертолет попадает в такую ситуацию и не может вытянуть, трактор уже, ну, все, его вьюжит. Он просто его скидывает. Такой техники там было много, три года. Ну, а про этот злосчастный зил могу рассказать. Ну, про волков там говорил уже, даже, что меня там нападали волки. Ну, это даже не суть. То есть, не самое страшное, что могло быть. Самое страшное, это замерзнуть. Вот, чтобы не замерзнуть, как бы, и нужно. Вот мы молодые тогда были, да, мы не думали, если я поехал в такую дорогу, в джинсиках, в керзовых сапогах. Хотя у меня были и унты, и полушобок овчинный был. Ну, я его не взял, потому что печку у меня грело очень хорошо в машине. В машине было тепло, может, было в рубашке сидеть. Но я же не думал, что у меня вот такая ситуация произойдет, что я буду сидеть в лесу. Одежду я даже с собой не имел. Ну, и как-то поехал я раз на зиму, расскажу, ладно. Ездил я, мне надо было несколько ходок сделать, там, по-моему, две ходки. Ну, ездил я сутки, я уже устал, уже засыпать начал. За рулем засыпаешь очень быстро. Когда ты устал, когда ты едешь один по трассе, трасса такая, что глаза устают везде, снег, 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 дороги не видно. И, то есть, ехал уже, я засыпать начал, да, уже кемарю, кемарю. И тут смотрю, у меня это, ну, есть такие приколы, да, но это не прикол, это основано на реальных событиях. И такие вещи случаются часто. Потому что, все-таки, это мороз, ну, самый сильный мороз был минус 58, где я и работал. То есть, до минус 50 мы ездили. Ну, и в тот день, я не знаю, тоже, наверное, было минус 50. То есть, металл, как вы знаете, холодный. И любая кочка может плачевно на нем сказаться. Особенно, если ты начинаешь засыпать, ты начинаешь гнать быстрее, ямы пропускаешь. Ну, и получилось так, что, я не знаю, может, я бревно какое споймал. А бревен там много можно поймать, потому что бревна падают с лесовозов. В основном, эта дорога лесовозная была. Не знаю, как так получилось, короче. Так, очнулся я чуть-чуть, смотрю, у меня впереди колесо катится. Ну, думаю, блин, колесо, ну, такое же, как у меня. Я думаю, во, хорошо, как раз у меня запаски нету, будет это. То есть, вот, можно судить, как человек рассуждает, да, если я еду в машине один по трассе, откуда вам может катиться колесо? Правильно? Об этом это как раз я не думал. Я думал, что будет запаска. То, что оно у меня отвалилось, до меня это сразу не дошло. Ну, вышел я, я на машину-то не смотрю, я смотрю на колесо, так укатилось и лез. Ну, я его вытаскиваю, ну, когда уже к машине начал подкатывать, это вот я уже начал соображать, когда, да, я прошелся до колеса. Я увидел, что у меня на заднем мосту нету колеса на среднем. Я в шоке. Ну, я думаю, ладно, сейчас я по одной, ну, гаек не нашел. Думаю, сейчас по одной гаечке откручу с других колес, да, их, слава богу, шесть. И прикручу пять гаек, то есть на, ну, с пяти оставшихся, будет на каждом колесе по пять гаек. Там на шесть гаек крепится. Ну, все было там обломано, все вырвано, то есть мост вырван. Я был в шоке. Мороз, как я сказал, за пятьдесят был. Ну, нашел выход из положения. Я тросы тогда только железные возили. Ну, и, как бы, такую машину тоже, у меня на железном хреново, да, тросу. Я задомкратил, там, конечно, это очень больших усилий стоило задомкратить мост. И просто, как бы, вот так, хомутом сделал за раму, раму, там, железные облога. За раму и за, ну, вот рама и само колесо торчит, да. Я вот так его обвязал за раму и стянул монтажкой. Там, типа, ломика такая у меня была. Затянул, завязал и закрепил. То есть я подвесил мост к раме. Больше вариантов никаких у меня не оставалось. Подвесил мост к раме. Попытался отсоединить от моста кардан. Но у меня не получилось одно. Во-вторых, я не знал, будет ли у меня раздатка включаться, если я отключу от моста. Ну, благо, там еще не так темно было. Но уже темновато. Машин не было. День актированный. Вот дядя Олежа только перла в актированный день. Со соляркой поехал. Ну, короче, подвязал я. Ну, таким образом я доехал. Были случаи у меня, что и без переднего колеса я доезжал. Делал, типа, лыжи из бревна. Там история вообще жуткая. Это было долго. Я там, наверное, часов пять только вырубал. Это бревно, блин, сапольской лопаткой. Ну, не суть важна. Тоже добрался, доехал. Каждый раз вот на этом зеле, когда я возвращался с дороги, надо мной просто на меня смотрели, как я не знаю на кого. Каждый раз это была жуткая картина. То есть машина доезжала сила воли плюс характер. То есть, ну, любыми способами. То есть я добирался. То есть было мне тогда, я повторяю, 19 лет. Да, 19. Потому что там ближе к 20. 19,5. И, то есть, мне вот так вот повезло с этой машиной. Ну, на севере, я скажу вам, очень, очень сплоченный коллектив. Любой вам поможет. Абсолютно любой. За правило, там, на севере, вот, если ты стоишь на трассе, за правило, ты должен остановиться, посмотреть в кабине. Спит или не спит водитель. Чтобы его забрать с собой, если что, чтобы он не замерз. Не важно, поломана у него машина. Или просто он устал и лег отдохнуть. Должен его разбудить, по крайней мере. Убедиться, что он адекватен. Ну, и, чтобы он или дальше продолжал движение лета. То есть, на трассе там не бросит. Даже если ты где-то сломался, обязательно тебя остановят. Это за правило. Много правил там, как бы, вот мне понравилось, тоже там было такое правило. По нашей дороге, как бы, ездили лесовозы, да? Дорога очень узкая. То есть, две машины очень с трудом разъезжаются. А на лесовозах, ну, там, на лесовозах в основном работали, ну, там, знаете, там одни тюрьмы. На лесовозах работали расконвойники. То есть, ну, те люди, у которых уже срок подходит к концу. И их без конвоя отпускают, то есть, работать вот на машинах. Они, как бы, отрабатывают свой срок, что им дали заключение. Но уже вот им доверяют такие работы. То есть, ну, тоже нормальные ребята, тоже люди, кто как попал, да? То есть, ну, и есть там такое правило. Вот если лесовоз едет впереди, ты видишь машину, да? На машину ты видишь только фары, потому что там темно, допустим. Едешь, лесовоз видит тебя, он останавливается. Ты включаешь дальний свет фары, смотришь. Если у него висят хлысты, ну, хлысты, это вот его нагрузили лесом. Если у него висят хлысты, и они могут тебя задеть, когда он будет тебя проезжать, ты ему моргаешь три раза. Ну, он останавливается, вы выходите, либо хлысты поправляете, либо это. Ты включил дальний свет, все, убедился, что хлыстов нету, переключаешься на ближний, объезжаешь его, он ждет тебя, чтобы ты проехал. Ты его объезжаешь, и все, дальше как бы разъезжаете. То есть много, много таких ситуаций, когда люди друг другу там помогают. Как бы вроде бы как и ни о чем не рассказал. Просто как бы взаимопомощь на севере, как бы она всегда есть. Много ситуаций там таких очень интересных, о которых хотелось бы рассказать. Но пока сегодня вот как бы я не готов об этом, думаю, что-то. Был у меня еще случай с животными. Тоже, это, по-моему, самый первый раз было. Мы с механиком ехали, да? А у меня механик, не знаю, кто его там держал на работе. Лет под 80 ему было, он глухой, вообще ничего не слышал. Ну так, еле-еле. И тут мы едем на машине, опять мы что-то сломались. Не помню, что я не помню. Но стояли мы долго, ждали машину подтянуть. Но мы как бы недалеко от бассы, километров 20 сломались. Ждали, когда машина с бассой поедет. Тут из леса вышла рысь. Красивая, блин, ну так и хочется в руки погладить, да? Ну, взгляд у нее уж очень был такой нехороший. Страшновато было. Вот, фотоаппарат был бы тогда, можно было бы нащелкать. Такие интересные кадры вообще. Ну, вообще было ружье, ружье там у всех как бы с собой возили. Я не знаю, там вообще патроны в нем были или нет. Ну, ружье лежало. Это на всякий случай от медведей. Белых или бурых. Ну, там белые, не знаю. Короче, нет, там бурые. Это было в тайге. Это под Печорой было. И, короче, белые медведи это были, когда я там за Салихардом. Ну, там не за Салихардом, дальше чуть-чуть работал. Ближе к Северному Ледовитому океану. Ну, не судила. Я механику говорю, ну, что там. И вылезти, блин, погреться никогда, ни костра, ничего. В машине уже холодно, машина заглушена. Ну, еще там до 40 была температура. Он говорит, открой ей тушенку. А у нас и рюкзак тушенки, то есть на Север, когда едешь на вахту, у тебя целый, там, не знаю, банок 30 тушенки давали. Ну, продуктов очень много. Ну, я как бы в дорогу всегда брал, там, у меня 3 банки, наверное, было, тушенки с тобой. Начал я ее открывать, она задубила, там внутри вообще такой, ну, камень, лед. Мы кое-как открыли ее, там, ножом. Ну, что я говорила, всегда у меня с собой. Открыл, вот, и я кинул 3 банки этих, она съела. Сидит и балдеет, понимаете, не уходит. Потом хлеба я ей достал, хлеб тоже дубовый, хлеб она погрызла, есть не стала. И это, запрыгнула уже на ножку, так, и лапами к окну, думаю, ну, сожрать нас хочет. Ну, потом уже я посмотрел, она так, ну, мирно. Ну, как видно, животное, я сам кинологом тоже работал. Смотрю, мирное животное, ну, вышел, погладил все, и она уже к нам привыкла, сидела с нами, я не знаю, наверное, часа 2 мы еще больше не ждали. Вот она сидела с нами, тоже хотелось ее, как бы, забрать. Ну, все-таки дикое животное, это ее дом не стали мы забирать. Ну, очень красивая, красивая рысь, как бы, похоже на кошку, только намного крупнее. Замечательное вообще животное. Как бы, ну, и видите, вот, как бы, и зверь, когда сытый, да, он не кидается. То есть много я, вот, на ютубе там видел, рыбаки ловили рыбу, да, к ним лиса прибежала, они ее кормили. Ну, хочется кушать лиса, ну, что же. В столовке у нас там медведь был постоянно, блин, шарился по столовой этой. Это его повариха боялась. Но потом они ему выкладывать начали, там, отходят, там, это все подальше от столовой. Ну, то есть знали, где место, вот он ходил и там кушал медведь. Ну, как бы, в сам городок не заходил. Ну, его, как бы, все знали, его, у него тут седое пятно такое было. То есть его видно было издалека, то есть знали, что это наш мишка. Ну, не особо крупных размеров, молодой, наверное, не знаю, будет 2-3, может. Ну, то есть его никто не боялся, он подходил часто. А так она его потом прикормила, и вот в одном месте кормила, тоже было интересно. Да много ситуаций таких было вообще. На севере очень интересно было работать, особенно коллектив вот такой. Обалденный. Ну, не знаю, на сегодня, наверное, хватит историй немножко так развеяться, да, чтобы вы просто не скучали. Видео уже, наверное, в понедельник выйдет, может, сегодня вечером, в воскресенье. То у меня уже скоро и детки придут, надо прибраться дома, пока жена вышла. Знаете, то ли, будем решать, будет цикл, смотрите, будет полезно всем. То есть 2 передачи я уже отснял, они висят на ютубе, но пока закрыты. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем здоровья, добра и бабла. Правильно. Ну, ладно, расскажу вам анекдотик, а то вы уж скажете совсем без анекдотов. Звонок. Алло, это телефон доверия анонимный? ФСБ? Да, Владислав, мы вас слушаем. Вот такой анекдотик. Всем пока.